Лето было время отдыха. Лето мы с вами просто обсуждали, вопросы задавали, обдумывали вопросы. Сегодня опять у нас начинается система лекции. Сегодня 2 сентября, да? 2 сентября. Вместе с детьми мы начинаем наш учебный год. И до окончания учебного года мы с вами будем вот так продолжать, тем, что летом опять у нас будут с вами каникулы. И какой у нас сейчас класс? По-моему, вы восьмой класс, да, кончаете? Вот, восьмой класс кончаете. Когда одиннадцатый класс вы кончите, конечно, получите диплом соответствующий. За геройство, отсиживание в жару. Я вас обновляю. У нас будет опять система лекции. Но сегодня, поскольку начало такое торжественное, я решил коснуться одной темы, нескольких аятов. Здесь вот 5 аятов я вам выписал, я вам номера и скажу. Аятов, суть которых можно выразить так. Вера Аллаха, вера Аллаха или религия Аллаха, это ислам. И, естественно, для вас это не в номинку, вы это прекрасно знаете. Но поскольку такой начальный у нас сегодня день, такую торжественную тему хорошо выбрать, и мы постараемся на эту тему посмотреть чуть-чуть с новой точки зрения. Не просто с той точки зрения, что человек должен верить в ислам и быть в ислам. Вы все верите и вы в ислам, и поэтому вас призывать к этому ни к чему. А как понять вообще слово ислам? Слово ислам для нас стало уже обычным словом. И мы, когда говорим ислам, мы обычно ассоциируем это вот с той верой, которую мы хорошо знаем, когда существует, где-то порядка почти полтора тысячи лет. Это мы с вами знаем. Но ислам имеет еще собственное свое этимологическое значение, то есть вот втечение самого слова, происхождение самого слова. Что означает слово ислам? Слово ислам означает преданность Богу. Преданность, а слово предаться Богу. Предаться Богу. То есть во всех наиболее важных делах, во всех принципиальных вопросах полагаться на Бога. И покорность Богу. Слово ислам означает покорность. Это не просто случайное слово. И когда в Гуране-Тиарем используется слово ислам как назидание, как завет, то он должен быть полным к глубокому его смыслу. Не просто как я вам завещал или вам даровал. Просто религию. Я вам сейчас прочту. Аят. В пятой суре, в третьем аяте, Бог, обращаясь к нам, говорит, сегодня, это пятая сура, вообще вы, наверное, знаете, если никто не знает, пятая сура, это последняя сура в Гуране-Тиаре. По хронологии, это последняя сура. Вы это имеете в виду, читая пятая сура, вы знаете, что это завершающая сура. Сегодня я, говорит Бог, завершил не с послания вам веры вашей. Далил до конца мою милость и адекусть для вас. Завершил. Или назначил вам религией, ислам. Вот в этом аяте три момента есть, которые сейчас мы с вами коснемся. Первое, это сказано, сегодня я завершил вам вашу веру. Завершил. Еще раз говорю, мы с вами должны над каждым вот таким значительным аятом, не значительным, а таким значащим для нас сейчас аятом, глубоко задуматься. Потому что это не какой-то частный вопрос, который в Гуране-Тиаре бывает, который может быть сейчас для нас не актуально, и поэтому она актуальна для историков. Это принципиальное аят, принципиальное утверждение, где сказано, я завершил вам веру вашу. Вот если сам Бог говорит, я завершил вам веру вашу, значит, в таймящем развитии этой веры уже нет необходимости. Вот это очень важно понять. Это завершенная вера, завершенная религия. И она была завершена в пятой суре, то есть к концу Гуран-Тиара. В Гуран-Тиаре нигде не сказано, что я вам дал предварительные основы веры, ислама, и что в дальнейшем вы будете разделать его, в дальнейшем вы будете его обогащать, и что в дальнейшем придет пророк, который разовет дальше эту веру. В Гуране-Хариме этого не говорится. В Гуране-Хариме сказано, я завершил вам вашу веру. Завершил. Поэтому, если это вера исламу, а это действительно ислам, то ислам с того момента, когда завершился Гуран-Харим, уже не нуждался в дальнейшем развитии. Не нуждался. Ислам не нуждался. Вера не нуждалась. Вот это первый вывод, который можно сделать из этого аята. И мы должны с вами, если кто-то говорит, что Гуране-Хариме это не энтиклопедия, а очень часто говорили, да, вы помните, даже здесь было где-то сказано, что Гуране-Хариме не все сказано, и что надо еще что-то, в дальнейшем должно быть развитие, вот ему надо взять этот аят привести и сказать, что Бог говорит, я завершил вам вашу веру. Но, с другой стороны, ведь действительно Гуране-Хариме-Хариме-Хариме-Хариме-Хариме, и действительно там не все, что нам нужно было в жизни сказано. Это же тоже верно. Как нельзя сделать эти две вещи? К сожалению, увязывается всегда оно вниз головой. К сожалению. Всегда увязывается так, что откидывается аят. Как правило, это бывает. Откидывается аят из Гурана-Харима-Харима-Харима-Харима-Харима-Харима-Харима-Харима и, собственное мнение становится выше. на самом деле не завершённое значит надо искать в разных местах дальнейшее развитие ислам дальнейшую указание на то какова наша вера с вами и постоянно это делается как только это делается значит куран начале он дивизируется редактируется откидывается целая между тем мы должны с вами взять за основу один главный принцип и этот принцип лежит в самом слове ислам это не просто и поэтому здесь бог говорит что избрал вам религией ислам ислам это есть покорность богу если ислам это есть покорность богу то ни одно утверждение куран не может нами аннулироваться пользу какой-либо исторической обстановке каких-либо событий ничего не может потому что как то вот это делается покорность богу на этом кончается предаться богу преданность в этом смысле бога кончается потому что ты уже придаешься не богу а придаешься уже своим собственным размышлениям или размышлениям какого-то другого человека который тебе объясняет как лучше тебе жить поэтому слово ислам которое означает покорность богу он должен быть нами всегда ясно понятым что покорность бога означает что мы должны внимательно следовать за тем что он нам говорит что он нам говорит и все что другие говорят это уже не покорность богу это покорность уже другому ислам это покорность богу это предаться богу поэтому к исламу относится все что является покорность богу это является все что вне этого это уже не ислам вот что забывается поэтому когда вещь идет о том что ураль и киарем не энциклопедия и это верхняя энциклопедия беседы по раме на всех как надо бывает или же не сказано новолуние надо чай пить или нет если мы с вами ясно не понимаем что означает слово ислам что это покорность богу то мы можем естественно взять развернутое изложение о том как надо жить что надо делать на волю не пить нам чай или не пить нам чай и так далее все это посмотреть и сказать что вот это все тоже является исламом что делается когда ислам просто берется как определенный образ жизни определенной веры то все что из меня говорится тоже включается в ислам и когда кто то говорит что с той ноги надо садить или с этой ноги надо садить тоже включается в ислам потому что ты веришь в это принимаешь это услышал от какого-то очень доверенного человека и ты это делаешь а где здесь покорность Богу причем Богу Бог об этом говорил Бог об этом не говорил значит это не покорность Богу это покорность человеку вот поэтому ислам должен был вспомнить исключительно как покорность Богу что собственно не есть не сделаешь Богу избрал это слово для религии не случайно же это разуме ислам покорность Богу означает что кроме как от Бога ничего не может включиться в ислам все что не надо Бога это уже не может считаться исламом потому что ислам это покорность Богу а это не Бог сказал в таком случае как он выход из положения того что куда мы там не энциклопедия и не все там сказано выход очень простой и совсем не такой какой обычно находят а в том что ты развернутые методы того как жить что делать что подобает делать мусульманину все это ты описываешь находишь но говоришь что это не ислам это то что должен делать мусульманин тот человек который покорный Богу все значит если то что делает мусульманин покорный Богу не противоречит покорности Богу он может это делать и если это тостой на то что он делает то есть опять говорит не противоречит тому что это говорит Богу это он может массу вещей делать главное главное при этом чтобы покорность Богу не проходила покорность остается Богу значит ты действительно мусульманин последователь ислама покорность Богу остается кроме этого ты еще ведешь себя как человек который достоин того чтобы быть покорным Богу то есть человек который не нарушает эту покорность все ты можешь выйти издом право на доступе не противоречит Куранке ты можешь выйти издом леле на доступе не противоречит Куранке при чем для ислам ты можешь кушать лечь на правый бок кушать на левый бок кушать может сидя кушать если в это время у тебя пищеварь не будет работать не с головой при чем для ислам где здесь противоречит покорность Богу и когда тебе говорят что надо кушать сидя вазумную машину да естественно при чем для покорности Бога что ты говоришь что в исламе надо кушать сидя в исламе надо ступить правую ногу при чем такой республик если я ступаю правую ногу кому я покорник если я кушаю правую ногу кому я покорник если я говорю на арабском языке Кому я покорный? Что такое делается, кроме того, что указано в грамме теоретики? Что такое можно сделать, чтобы сказать, что это покорный Бог? Может быть такое? Можете придумать, что будет такое? Я сейчас, предположим, вам сказал, что вот когда вы сидите, вы все сидите, глядя на правду. Иначе я буду считать, что вы не покорны мне. Все полегают лицом права. После этого один, который полегают лицом права, взял книгу, положил на колени. Другой там положил тетрадь на колени. И говорит, что ты знаешь, я хочу показать, что я покорный, поэтому я не тетрадь положил на колени, а книгу. Кто не скажет, что здесь вообще есть элемент разума? Я же только говорю, что мне появилось на правду. Причем тетрадь, причем книга. И от того, что я вижу, что кто-то из вас тетрадь положил. Что я? Сочту, что вы вере покорны мне? Потому что сам из Бога был. Бог говорит, я для вас избрал веру вашей, религии, покорность мне, Богу. Сам сказал. Значит, ваша религия, ваша вера заключает в том, что вы должны быть покорны мне. И вот я вам завершил для этого Гуран и Киарам. Отсюда человек, хоть чуть-чуть думающий, может сказать, что я, если буду только делать, которое Гуран и Киарам не сказано, это покорность Бога. Почему покорность Бога? Пусть целый звук вылет, считая, что ты тем самым становишься великим мусульманом. Это твое личное дело. Для тебя только курица обидится. Кому какое-то это? Но не надо прямо говорить, что курица – это ест покорный Бог. Бог никогда не говорил, покорность тебе не слов. Но когда ты садишься, кладу перед тобой свинину, ты не кушаешь свинину, тебя спрашивают, а почему ты не кушаешь на такая вкусная вещь? Вот на самом деле, как в основном, это тоже все сидящие там, все ученые, которые будут сидеть, все врачи будут сидеть, они скажут, что это, я бы проверил, никакого вреда нет. Или, например, тебе какое-то вино положили, в которое все специалисты говорят, что кроме пользы ничего от него тебе не будет. И ты не кушаешь это и не пьешь. Вот. Это покорность Бога, потому что ты не знаешь, почему. Все еще раз говорят, тебе говорят, что очень полезно, будешь от тебя поесть, аппетит у тебя будет хороший, так все будут уважать тебя. Что свинина великолепная. И ты не знаешь, папа, я говорю, ну, у вас, давай вообще свинину не ехать. Ходил, да, себе там, потом его порезали, и что тут. Но когда ты говоришь, что я не ем, тебя спрашивают, почему не ешь? Ты говоришь, что потому что я покорный, покорен Богу. Всем ясно. Совершенно ясно. На самом деле, сказал, не ешь, ты не ешь, потому что покорный. Не потому что ты считаешь это лучшее, не потому что кто-то сказал, не потому что тебе объяснили это, а потому что ты покорный Богу. Сказал, не ешь, ты не кушаешь. А когда тебя спрашивают, а почему ты левой рукой не кушаешь, а правой кушаешь? Что ты скажешь? Как покорный Бог, ты скажешь, что Бог сказал, будешь мне. Тогда ты говоришь, иди лечись. Когда говоришь, что не думать надо Ты мне говоришь, что ты знаешь Там Игенцина сказала Объяснить, что очень вредно Есть левая рука и очень полезно правая рука Предположим, мне сама такое не говорили Ну как если ты скажешь Я покорный Богу Я покорный Игенцина Причем Бог Игенцина покорил Богу Это другое дело А что Игенцина делает? Игенцина делает то, что Бог сказал А ты что делаешь? А ты делаешь то, что Игенцина сказал Причем ты Бог сказал? Игенцина сказал Но я буду Игенцина сказать очень умный Я об этом речь не говорю Он мастер-чейк А я на самом деле очень важный умный Но не только же бенцина была умная вещь, все в России, все эти западные, восточные, например, тысячи этих, они же тоже говорят очень разумные вещи. Причем это бенцина? Их тысячи вещей сейчас, например, очень разумные вещи. Сейчас, например, предположим, говорят, что не надо сидеть перед компьютером без защиты экрана. Умная мысль, да? Или мобильный телефон постоянно не держит урюха. Умная мысль. И ты говоришь, ты не делаешь, ты что, предался, покорился Богу? Нет. Ты просто в виде разумной веришь. Веришь тому, что он понимает, что говорит. И ты принимаешь это, и ты как покорный разум, покорный медицине, покорный умным людям, покорный... Вот этот человек не делаешь. Правильно делаешь и не делаешь. Надо им единственно слушаться, у этих слушаться, посмотреть, кто из них, потому что они свое дело знают. Но при чем тут покорность Богу, я спрашиваю? При чем тут Бог? И тут человек, который верующий, приходит, начиная с умным ведом, говорит, что нельзя на спине спать. Или нельзя на левом боку спать. И потом так долго, как будто, понимаешь, это есть один законный слава. И когда говоришь, что если человек не спит, говорит, что он неверующий. Поваренное такое явление. Поваренное. Вот это очень важно нам понять, очень важно нам понять, что в Куране Керем когда Бог говорил. Еще раз читаю. Сегодня я завершил не с послания вам вашей веры. Во-первых, завершил. На этом кончается. После Курана Керем, Ислам. Ислам. Кончается. Сыр Курана Керем, Ислам кончается. В том смысле кончается, что он завершен. Завершен. Что такое завершен? Завершен, это означает, что нет там ничего такого, чего надо еще туда добавить, найти, погубить, придумать. Это называется завершен. Значит, Куране Керем это последнее слово в нашей покорности Бога. Последнее слово. Вот это Бог говорит, это не я говорю, это Бог говорит. Покорность. Бог с Курана Керем кончается. Потому что Бог завершил нашу веру, нашу религию. Даю до конца мою милость Боговую. Что можно, если я не понимаю этого. Как можно этот такой простой аят пропускать каждого от него лучше? Даю до конца, когда был пророк еще жив, когда пятая сура снисходила. Бог говорит, я даю до конца свою милость вам. До конца. Дальше милости Бога уже нет. Если кто-то приходит, не говорит, что я даю до конца обучение чему-то. И вот он говорит человек, который действительно мастер этого обучения. Довел до конца обучение. Но уже после этого сидит и говорит, что я пойду иногда и буду учиться еще этому. Значит, ты отберегаешь слова этого, да, которые тебе сказал, учителя твоего, что даю до конца. Бог говорит, я даю до конца свою милость. Значит, все, больше нет милости от Бога. Нет милости от Бога. И вся история, которая начинается с конца этого Курана Керем. Начинается. Это уже не милость от Бога. Это уже оценка нас, Бога. Мы не милость от Бога. То есть, Бог нам не дает ничего уже откровенного. Ничего не дает. Нужно завершать свою милость. А в чем заключается милость Бога? Милость Бога заключается в том, что Он показал нам, сказал нам, что мы должны делать, как жить, чтобы быть счастливым, и что не делая, и как не живя, будем несчастны. Все. Он нам это показал. То есть, Бог нам открыл закон мира, который мы не знали, и не зная которого, мы могли бы быть очень несчастными людьми. Потому что не знаем закон, и не знаем, как сообразовываться с этим законом. И Бог открывает нам этот закон. Это и есть милость Бога. Больше ничего. Открыв закон, Бог нам говорит, что нас в каком случае ждет. Все. Потом отходят в сторону и смотрят, что мы будем делать. Предоставляем нам. Если мы живем согласно закону, автоматически получаем счастье, живем противоречивая закону, автоматически получаем несчастье. Вот это фамилия, которую Бог нам дал. То есть, Бог нас предупредил, от чего надо опасаться. Но Он завершил, чего надо опасаться. Он завершил, как нам надо жить. Если кто-то другого учит, в каком случае он отсюда свалится, а в каком случае он не свалится. И говорит, что я завершил обучение. Вот при этом случае ты упадешь, при этом останешься. Завершил обучение. Чему еще можно его учить? Что еще нужно? Кроме демагогии уже ничего. Если точно тебе сказали, в каком случае ты свалишься, в каком случае не свалишься. Бог говорит, я завершил тебе обучение этому. Вот все, что тебе нужно, чтобы не свалиться, я сказал. И тем самым я завершил вам свою милость. Что еще нужно? Какой милость еще нам нужна? Вся милость, которая после этого нам нужна, уже это милость, которая не касается вот этого закона. Закона веры, закона ислама. Другие милости есть. Это конкретно. Я начать вот сюда и говорю, что лестница поломана. Конечно, милость этого человека. Но при чем тут ислам? При чем тут покорность Богу? При чем тут божественная милость? Сюда не имеете никакого отношения. Поэтому есть социальная организация, есть природная организация, которую мы должны постоянно учить, знать, сообразовываться с ним. И есть ислам, как покорность Богу, которая завершилась с Урана и Киаря. И Бог говорит, я завершил свою милость вам и довел до конца мою милость, завершив вам неспослание веры и одобрил для вас, назначил вам религией ислам. Вот в одном аяте вся суть ислама выражена. Во-первых, завершение веры. Во-вторых, доведение до конца милости, до конца. И в-третьих, что эта милость есть для вас покорность Богу. Вот вам я дал Куран и Киаре. Это моя милость. Я завершил, то есть там все, что нужно, я уже там сообщил и говорю, что ваша религия, ваше спасение это покорность вот этому Курану Киаре. Вот простой вывод, который вытекает из одного единственного аят. Это даже не аят, это кусочек аят. А если мы с вами еще прочтем третью суре в 85-м аяте, продолжение, то вот назидание, которое Бог дает нам, станет еще яснее. Бог говорит, если же кто изберет иную веру, кроме ислама, то это не будет принято, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших уроков. Вот вот это есть милость, которую Бог провел до конца, когда сказал, что он окажется среди тех, которые потерпели урок. А сейчас давайте слово ислам возьмем в том значении, которое он по происхождению своему, то есть этимологически означает. то есть как покорность Богу. Я читаю еще раз эту же вещь. Если же кто-либо изберет ему веру, кроме покорности Богу, тот он будет наказан. Значит, если кто-либо изберет другую веру, то есть если кто-либо примет за божественную веру, не покорность Богу, а кому-то другому, то это не будет огублено и за это он получит наказание. Все. Очень простая мысль, которая пропускается постоянно мимо ушей. Если кто-либо за веру принять, или же религию будет считать, не Богу покорность, а кому-то еще, то это не будет принято. То, что нам говорит Бог. Вот в этом аяте. Значит, если до этого было сказано, что религия для вас избирается покорность Богу ислам, то здесь говорится, что а если ты будешь покорен еще кому-то кроме Бога и сочтешь это верой, религии, то покорность еще кому-то кроме Бога может. Это ничего не возбраняется. Ребенок должен быть покорным родителям, человек должен быть покорным начальству, полиции и так далее, законам. Покорность это нормальная вещь. не отрицание покорности идет речь, а отрицание того, что вот эта покорность не называй верой, не называй религией, не называй исламом. Потому что ислам это не вообще покорность, которая сплошь рядом бывает у всех людей в любом обществе, а ислам это покорность Богу именно, а не вообще покорность. Поэтому все, чему мы покоряемся с вами, а покоряться надо, ничего от этого никуда от этого не денешься, все, чему мы покоряемся, вот Гуран даже сказано, что покоряться надо тем, который власть имеет, все, чему мы покоряемся, это важная вещь, надо покоряться каждому, кто управляет тобой, ведет тебя куда-то, там, война начинается, надо военное начальство покоряться, что бы то ни было, безусловно, надо покоряться, и покоряться надо, естественно, тем людям, и так, и тогда, когда это не противоречит твоей покорностью Богу тоже не противоречит Исламу, потому что Ислам это покорность только Богу, больше никому, когда мы с вами это понимаем, тогда все, что нам говорят, это надо делать, это нельзя делать, это хорошо или плохо, тут же должно быть ясно, либо это Ислам, потому что Бог так сказать, либо это образ жизни мусульманина, который, естественно, должен, как и добрый живет, мусульмане же это не ангел, который порхает, мусульман это обычный человек, ему надо туфли иметь, головы шапкиные, волосы если растут на голове, что-то жена древняя уши имеет, и это не имеет никакого отношения к Исламу, с ушами и без ушей, нос древние, короткие, не никакого значения, потому что покорность Бога совсем другое, поэтому мусульманину, как человека, нужно организовать свою жизнь, организовать свой быт, жить много со временем, безусловно, знать массу вещей, уметь многие вещи делать, это все Куран не сказано, это все никакого отношения к Исламу не имеет, то, что делают мусульмане, это не Ислам, то, что делают мусульманин, покоряясь Богу, вот это Ислам, покоряясь Богу, а если он покоряется умным людям, начальству и так далее, это просто очень умный мусульманин, все, потому что, почему мусульманин, потому что он покоряется Богу, тогда, когда он поступает соответственно этому указу, и, что очень важно, иначе мусульманин сразу отпадает, он ничего не делает такого, которое противоречило бы покорности Богу, все, огромное количество, вся история мусульманского мира, все образы жизни всяких великих людей, благочестивейших людей, кого бы это ни было, все это не имеет никакого отношения к Исламу, все это очень полезно, очень важно, очень хорошо, но Ислам тут ни при чем, и, меняясь исторически, проходя время, все это может меняться, весь мусульманский образ жизни, он может в принципе весь меняться, если изменившись не противоречит Исламу, покорности Богу, весь он может меняться, а вот покорность Богу, то есть Ислам, никогда не меняется, потому что Ислам может менять только сам Бог, ни за что в мусульманском мире, ни за что нельзя держаться, только потому что это делали мусульмане, ни за что, как ты будешь держаться, ты можешь испортить жизнь всем мусульманам, потому что ни одной из них не является Исламом, а что не является Исламом, он должен обязательно сообразно времени обстановки меняться, и если араб одевался при сто градусном жаре, вот таким образом одевался, то как нужно думать, что таким же образом будет одеваться человек, когда сто градусный мороз, эскинус какой-то на айсберг забрался. Как можно сказать, одеваться, как мусульмане одевали? Как умнож одеваться, мусульмане? Или как ему на айсберг сказать, это Андреев премьет? Представ$& awak Снег только для свободы принят, так и осталось туда приклеено. Кайс говорит. Уже в корне уже не оденет он это только. Моментально там приклеится нога. Поэтому мы должны всегда с вами учитывать, что, какие за обстановка, что создавалось, что является конкретным проявлением для данной исторической эпохи, для данной культуры и что является покорностью Богу. Далее читаю. Воистину вера Аллаха – это Ислам. И тогда, когда истинное знание явилось тем, кому дорога не было Писания, вступили они в возногласия с друг другом из-за зависти и злобы и взаимной неприязни. Это Третья ссора, Девятнадцатого ряда. Воистину вера Аллаха – это Ислам. Это вот тот принцип, о котором я в самом начале вам сказал. Это Ислам. То есть, другим словами, воистину вера Аллаха – это покорность Аллаху. И тогда, когда истинное знание явилось тем, кому даровано было Писание, вступили они в разногласия с друг другом из-за зависти и взаимной неприязни. Это общечеловеческая вещь. Когда Куран и Херан явился для людей Писания, они начали между собой разногласия и вражды. И с мусульманами, и между собой, то, как члены относятся к Исламу, то, как не относятся. Со стороны иудеев, христиан и так далее, и так далее. Там, в борьбе мусульман с многобожниками. Началась конкретная историческая борьба людских эмоций. Но это касается не только того времени и того короткого отрезка времени, когда Ислам только пришел, и люди Писания реагировали на это. Это общая вещь. Если бы Куран и Херан не зашел бы сейчас, то это касалось же не только людей Писания. Это касалось бы и мусульман тоже. Потому что среди мусульман возникает разногласия. Если бы среди мусульман возникает неприятен друг к другу. С одним Писанием, Писание пришло, а разногласия и неприязнь возникало, возникает и остается. Вот от этого предупреждал Бог. Это тогда касалось людей Писания. Сейчас нас больше интересуют мы сами. Сейчас я читаю 48-ю суда, 28-й аят. Про Бога идет речь. Он тот, кто направил своего посланника с наставления к прямому пути истинной веры, чтобы превознести ее над всеми другими религиями. Ислам повозглашен через пророка людям как истинный путь, как истинная вера и как нечто то, что Бог превознес над всеми другими религиями. Над всеми другими религиями это вообще любые религии, которые в то время существовали. Это когда нет покорности Богу вообще, это многобожие. И это касается и людей Писания, веры людей Писания. Раз над всеми религиями, значит, христианство и иудаизм тоже попадают подряд. Почему? Потому что ни в христианстве, ни в иудаизме покорность Богу, к сожалению, не сохранилась. Не потому что религия, они не божественны, не потому что религия самая вера в основе была неверная. Это были божественные религии, в основе верная. Но покорность Богу не сохранилась. Не сохранилась то, что является сутью ислама. Ничего не приписывать. Ислам того, что не сказал Бог. И христиане, и иудеи приписали огромное количество вещей, внесли свою веру. Как только в веру входят, все, ислам кончается. То есть покорность Богу кончается. Поэтому Бог говорит, что я не спослал ислам, последнюю веру. И она должна быть превознесена над всеми религиями. И завещал Бог, то есть заветовал Бог людям, чтобы они, мусульман, чтобы они никогда не выходили за покорность Богу. не выходили. Как только, какая бы была религия, какая бы вера ни была, как только выходит за покорность Богу, то есть что-то появляется такое, которое не Бог сказал, а считается верой, считается религией, считается столь же важной, как и то, что сказал Бог, на этом кончается ислам. Поэтому ислам должен быть превознесен над этими религиями. По крайней мере, в той форме, какой он существует, в Куране и Чарем, он естественно стоит выше всех остальных религий. Бог сам сказал превознести его над всеми другими религиями. И, наконец, 40, 28 аят, где мы читали, мы, говорит Бог, направили тебя обращать к пророку, ко всем людям без исключения благовестителям и увещевателям. но большая часть людей не может постичь этого. 34, 40, 28 аят. И исключительное значение ислама, вот этого ислама, исключительное значение нашего пророка в том, что он послан ко всем людям, поскольку это завершенная религия, завершенная милость ко всем людям. Он послан ко всем людям и нет никакого различия между разными народами. Там, где человек покорен Богу, он никогда не решится ничего добавить в священное писание. Он не решится ничего сказать от имени Бога. Не решится. И мы с вами должны ясно понять, что если мы действительно хотим быть мусульманами, если действительно мы хотим следовать исламу, то мы должны всегда помнить, что ислам это то, что сказано в Куральном Теорем Богом, что он завершен в Куральном Теорем, и что Бог довел до конца свою милость, и больше никто, никакую милость не может оказать нам, поскольку тогда это будет покорность не Бог. Вот сегодняшняя наша такая торжественная тема, поскольку начало учебного года, эта тема такая торжественная, поэтому мы завершаем на такую торжественную ночь. Теорем